Всем привет! В начале месяца, а точнее 1 июля, мы разместили материал о слепом пенсионере, который несколько лет не получает пенсии, с его слов. И уже 13 июля из Министерства социальной защиты по Хабаровскому краю мною было получено письмо с угрозой. Именно так это письмо мною было расценено. И вот мы вновь идем к Виктору Иннокенчичу, чтобы на месте еще раз подробно услышать от него всю историю. Куда делась его и без того очень скромная пенсия? Попытаемся докопаться до сути проблемы, а выводы делать вам, уважаемые зрители. С нами опять Виктор Иннокенчич, мы к нему сами пришли, наши съемочные. Напоминаю, что Виктор Иннокенчич пенсионер, отработал всю жизнь, на пенсии уже ослеп. Он, кстати, магинский подтопленец, пенсию получал везде. Пару недель назад Виктор Иннокенчич поделился с нами своей бедой. Мы сняли материал с вашим участием и вот какие перемены произошли. Что изменилось? А что не изменилось? Да. Стали пенсию приносить-то, нет? Нет. А, так и не приносят, что ли? Нет. А участковый кто-нибудь приходил? Да, был полицейский. Он вышел, просадил. Как? Да, спросил, как здорово? Я говорю, да, все нормально. По этой части. А вот насчет пенсии, да, это четыре года, это последнее, вообще ничего. До этого два года я чуть-чуть так получал, не получал. А вот четыре года вообще не получал пенсию. А как вы думаете, с чем это вообще связано? Мне кажется, что тут замешана, конечно, женщина, которая не получает мунипенсию. И до чего времени она получает? А кто именно? Ее зовут Света. Она работала в сфере социальной защиты. И вот социальная защита, вот как она пришла, все, вон, шесть лет назад. И я перестал получать пенсию, как сапогу. И она мне говорит, что у тебя лишили пенсии. Так и говорил. Я ей сколько не урон. У вас лишили пенсии. За шесть лет назад. И с того времени я не получаю пенсии. Вообще, ни рубля, ни копейки. И поэтому ухожу как бандит. Четыре года, да? Да. Ни одеться, ни бутся. Вообще нету. Вот так хорошо у меня. Жена приезжала, вот эти рубашки, все в желании. Питаетесь чем? А питаясь, приходила ко мне племянница. Она приносила мне есть. Хлеб, картошку, капусту. Ну, короче, все. Я смотрю, у вас так опрятно дома, чисто довольно вокруг, в общем-то. Хотя, в общем-то, и вещей-то нету особо. Вот для телезрителей скажу, что вот тут стоит стеночка, значит, столик стоит. Ну, там внутри практически ничего нету, кроме газет нескольких. Вот, ну, чисто кто убирается у вас? Ну, да я сам убираю. А социальные работники что-нибудь вам делают здесь? Какие социальные работники? Ну, они должны к вам приходить, уборку там производить. Да, смех. Что, не приходят, что ли? Раз в месяц, ну, придут и все. А вообще, положено. Два раза в неделю приходить. Напишите, пожалуйста, нам в комментариях, сколько раз в неделю должны приходить к слепому пенсионеру, работнике социальной защиты? Ко мне они должны приходить два раза в неделю. Но они этого не выполняют. Они, если раз в месяц придут, то это достижение. Виктор Иннокентич, если позволите, вот можно еще маленечко, вот, чуть-чуть вернуться назад, к тому моменту, когда вот вы перестали получать пенсию. Вот еще раз на этом внимание заострить, потому что многие мне не верят, что вот, как бы, вот такая ситуация имеет место быть. До этого же вы получали пенсию? Да, я до этого же жил в другом месте. А где вы жили? Я жил в Сасарске, в Магоподтоплении своих. Потом сюда вас перевели, да? Да, потом сюда перевели, потому что там у меня дом унесло, все. Я там постоянно, каждый месяц получал пенсию. Здесь уже сколько торчу, ну не раз, блядь. Два года до женщины сказала, Виктор Иннокентиевич, у вас решили пенсию. Это было четыре года назад. Прям так и сказала? Да. Я еще думал, я еще и рассказал, что что такие шутки-то, шутки-то, шутки-то. Это у меня сразу вышится, потому что, как я без денег, без пенсии? И все. И с того времени я перестал получать пенсию. Ни рубля, блядь, ни копейки, то что ты будешь делать? Вот сколько уже был, и не раз почтовян даже не заходил в команду. А вот когда он пошел, вот, зашел, как-то, она была в отпуске, в отпуске. Я спросил, как так, почему мне пенсию-то не понадобится? А говорят, это тебя получают. Все. Я спросил, кто? А то кому-то ты не знаешь, кто. Это кто сказал? Это был охранник. У почтальонца есть охранник, который когда он носит пенсии. Вот это охранник мне не сказал. Что за тебя получали? Ну, как так получали? А вот так. Интересно, а у него откуда такая информация, у охранника? Да, потому что он там, он сопровождает. Интересно. В этом необходимо разобраться, как вы находите все. А телефон есть у вас, чтобы позвонить кому-нибудь? Нет. Телефона даже нет? Нету телефона. Если был бы телефон, я бы, конечно... У слепого пенсионера нет телефона. Прошу учесть еще вот этот фактор. Напишите, люди, вообще какая-то нормальная ситуация или нет. Мы ждем ваши комментарии. А между тем мы продолжим, не прерываясь ни на какие рекламы. Ведь у нас не телешоу. У нас реальная помощь реальному человеку. И мы пытаемся решить реальную проблему. Значит, телефона нет, пенсии нет. Помогают, получается, добрые люди, родственники, да? Да. Убирайтесь вы сами. Готовите, что принесут тоже сами. Да. На улицу как гулять? На улицу я ухожу иногда. Вы ходите, да, сами? В хорошем. Виктор Иннокентич, хотел вам показать и вам, уважаемые зрители. 1 июля разместил вот этот ролик, который мы с вами материал собрали и сделали. То есть 13 дней назад. И 1 июля тут же в интернете с записью на экран я разместил жалобу в Министерстве социальной защиты по Хабаровскому краю. С пожеланием разобраться в этой ситуации. Сегодня по почте я получил письмо, созданное 12-м, то есть вчерашним числом. Сегодня я получаю его. Я прочитаю вам с вашего позволения. Вы позволяете? Ну, я думаю, что зрители нам тоже позволят, потому что у них выбора уже не остается. Значит, шапка. Вот, значит, это письмо. Министерство социальной защиты населения Хабаровского края. Ваше обращение о размещении информации в сети интернет о слепом пенсионере, не получающем пенсию, министерством в рамках компетенции рассмотрено. Далее. В целях подтверждения фактов, указанных в обращении, сотрудники КГБУ Николаевский на Амуре комплексный центр социального обслуживания населения, далее учреждения, 21 июня 2018 года выезжали по адресу проживания пенсионера. Информация, размещенная в сети интернет, не подтвердилась. Учреждениям было подано заявление правоохранительной органы о недостоверной информации, выложенной в сети интернет. То есть, этим письмом они мне говорят следующее. Значит, 1 июля я подал жалобу, а они каким-то образом 21 июня съездили к вам, включив, видимо, машину времени. Понимаете? И написано, что они 21 июня приезжали на мое обращение, когда мое обращение было написано от 1 июля, то есть недели спустя, да? То получается, вот эти все ребята, которые написали, в частности, замминистра, начальник управления социального обслуживания населения, некоторая М.И. Бурлака, она попадает по статье 128 в части клеветы с использованием служебного положения. Потому что, отрабатывая мое обращение от 1 июля, они никак не могли отработать его 21 июня. А как вы можете, Виктор Иннокентич, вот это вот письмо прокомментировать? Да это сейчас, вошли, враньевые. Вот это, а 21 июня, что ли? А соцзащиты кто-нибудь был? Не было никого. Получается, вот этим письмом нам показывают, что мы здесь, в Николаевске, наверное, живущие, что вот Иннокентич, что вот Зайцев, Роман, мы полные идиоты. Мы вообще ничего не видим, ничего не читаем, ничего не понимаем. Нас можно щипать, стричь, еще и привлечь за то, что кто-то сам виноват в чем-то. Но статья 29 Конституции Российской Федерации нам позволяет открыто высказывать свое мнение, никого не принуждая. И здесь мы видим живое мнение живого человека Виктора Иннокентича. Это слепой пенсионер, который, по его словам, вот 4 года конкретно не получает пенсию. Виктор Иннокентич. Сейчас не получаю, понимаете? Вот даже после того, как мы с собой пообщались, ни разу не получал. У меня пенсия всего, ну, маленькая. По бедомостям, где я должен расписаться и получить деньги. Нету такой бедности. Нету такого нет. Потому что я в течение 4-х лет ни разу не получал денег. Без денег нереально. Нет, ну вы же живете? Да. Без денег. Реально? Когда, да. Когда помогают. Когда приносят. Еду, все. Когда тебе одежду, жена, живя в тынде, бля, привозят сюда. Друзья, мальчики, все в одежду. Друзья, мальчики, на зарядное. А я сам даже носок не буду купить с русами. Нету денег. Не ищи, бля. Обращаюсь теперь к нашим зрителям. К, вероятному, значит, среди них будут работники социальной защиты, работники прокуратуры. Вот. Ситуация. Вот мы здесь сидим на месте, и Виктор Иннокентьевич, значит, рассказывает нам то, что происходит здесь и на самом деле. Письмо из Министерства социальной защиты находится у меня в руках. Я вам тоже его показывал. Уважаемые зрители, интересует ваше живое мнение. Роман Зайцев, Живу на ТВ. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин